Несколько недель назад в Украине стартовали продажи второго поколения автомобиля Nissan Leaf с 40-киловаттной батареей и новой внешностью. В прошлом видео мы познакомили вас с базовой комплектацией нового автомобиля. Называется это комплектация Vizia. И сегодня пришло время рассказать о следующей по списку комплектации. Комплектация Acento. Acento качественно отличается от базового автомобиля, но имеет стоимость приблизительно на 10% выше. Сегодня мы покажем, за что именно вы заплатите эти сверху 10%. Итак, чем же отличается комплектация Acento от базовой? Прежде всего, взгляд приковывают новые колесные диски Nissan, созданные специально для Leaf 2-го поколения. Они имеют двухцветную компоновку. Автомобиль получил уже туманки. Фара осталась прежней, как и у Vizia. Также автомобиль представлен в дополнительном пакете от Dynamic. Динамика, отличительная особенность которого оперение и крышки боковых зеркал синего цвета. Также есть синее перо на заднем спойлере. Автомобиль окрашен в платный цвет металлик, коричневый. У Nissan сейчас большая палитра цветов металликов для этой модели. Единственным бесплатным цветом является красный, не металлик. На этом внешние отличия, аценты заканчиваются. Все самое интересное находится в интерьере автомобиля. Ацента готова встретить вас с совершенно другим интерьером по отношению к базовой комплектации. Вы можете отметить, что ткань совершенно другого качества. Больше синей строчки. Декоративная панель имеет не только рельеф, но и лакирование. В конфигураторе присутствуют две палитры интерьера. Светлый и темный. Перед вами темный. Руль уже в стандарте пошит кожей. Ну и естественно наиболее главным элементом является монитор с мультимедийной системой. Мультимедийная система Nissan Connect полностью европеизирована. Она на английском языке пока что. Возможно в будущем появится дополнительно украинский или русский. Можно сразу же заметить тот факт, что автомобиль подключается через Apple CarPlay или Android Auto к вашему телефону. Соответственно вы сможете развернуть интерфейс своего смартфона прямо здесь на экране. У автомобиля уже появилась камера заднего вида. Она обладает направляющими линиями контроля. В обычной оценке парктроники по-прежнему являются доп. опцией. И зимний пакет, который включает в себя обогрев и расширенную печь, тоже является опцией. Что касается самого монитора. Достаточно быстрый отклик как для этого класса автомобилей. Но до Теслы пока далеко. Есть также навигация. Навигация достаточно быстро определяет страну, улицу. Отображение улиц уже на русском языке. Все прилично работает. Графика похожа на Google Map, но немножечко попроще. Аудиосистема остается стандартной. Вы по-прежнему можете пользоваться аудиосистемой через USB-порт, либо через AUX. У комплектации отцента уже отображается полная инфографика вашего движения. Привычные индикаторы. Можно обратить внимание, что теперь не 80 кВт доступной мощности, а размечен прибор до 100. Сколько отбирает включенный климат? 37 км. Выключаем климатическую установку. Видим, как пробег на одном заряде увеличился доступный. У нас сейчас 75% запаса батареи и нам обещают 219 км. Лепестки управления климат-контролем, как у прежних СВ-шек и СЛ-ек из Америки. Только они поменяли качество пластика, расцветку. Они больше не являются глянцевыми и, скорее всего, не будут так стираться, как предыдущие. Индикация работы климат-контроля делит экран пополам, оставляя верхнюю часть экрана либо для блютуза, либо для радиоприемника, либо для индикации, какая же музыка у вас сейчас играет. Подведем итоги. За добавление 10% стоимости к базовой комплектации вы получаете гораздо больше, чем вы можете купить на эти 4000 долларов. У вас появляются фирменные легкосплавные диски 16-го радиуса. Достаточно красивые и стильные. Сюда же уже включается цвет металлик. Пока в первый год бонусом у вас есть пакет динамика с вот этими всеми синими деталями. Вы получаете большой монитор с расширенной мультимедийной подготовкой. У вас есть возможность развернуть интерфейс вашего мобильного устройства прямо на мониторе автомобиля и не отвлекаться на то, чтобы взять трубку мобильного. У вас появляются дополнительные системы безопасности. Ну и в принципе автомобиль уже выглядит достаточно круто. Какие еще комплектации остались у Nissan? Это N-Connect и Tecno. Тве топовые комплектации стартуют в производстве приблизительно через полтора месяца. Значит увидим мы их через пару месяцев уже в Украине и обязательно вам их покажем. Ссылки на большее количество фотографий обоих автомобилей и подробное их описание находятся под видео. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!